Мои братья, для нас должно быть уроком. Ирак, Ливия, Сирия. Все начиналось по одному сценарию. Это были митинги, это кто-то митинга, кого-то убил и так далее. Например, в Сирии посмотрите, 7 человек было убито. 7 человек было убито. Вышли тысячи мусульман. Но если в тот день 7 человек похоронили бы они, 700 человек сегодня хоронить не пришлось бы. И про это говорил покойный Рахимулла Альбулки. Он говорил, что не нужно этого делать. Но здесь тоже бывает так, мои братья. Вы тоже это видели, наверное. Сегодня выступают ученые, говорят, не выходите на митинги, не устраивайте банк, тогда вам скажут, это правительственный человек. Это не секрет. Про него также говорили. Он говорит, я не правительственный человек, но я знаю, что будет здесь. Я знаю, что будет здесь. И как он сказал, так и случилось. Сегодня 26 миллионов жителей в Сирии. Осталось 12 миллионов. Это геноцид. Сколько мусульман умерло, сколько оставили свои земли. Вот этого всего не было бы, мои братья, если бы 7 человек похоронили бы и на этого, на Аллаха оставили. Здесь как у нас бывает? Буран Мухаммад Хаджа убили, на Аллаха оставили. Покойного шейха убили, на Аллаха оставили. Ну хорошо. Из-за одного человека мы оружие возьмем. Что поменяется? Что? Хоть что-нибудь в мире из-за митингов поменялось? Ну в России, давай скажем тогда. Мир даже невозможно. Ничего не поменялось. Вот человек буквально пару дней назад, в правительстве, просто умолял этих людей, услышьте народ. Олегом из-за воли своей. Поэтому, братцы, это другое испытание. Пусал нам даст терпение, но в нужный момент дай Аллах нам кауфир, и чтобы у каждой из нас это мужество нашлось, когда надо именно выйти по приказу наших предводителей и ученых.